Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня день воскресный, 6 августа по новому стилю или 24 июля по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Мученицы III века Христины Тирской, мучеников благоверных князей Бориса и Глебова святом крещении Романа и Давида, убиенных в начале XI века, преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита XII столетия, священномученика Алфея Корбанского, диакона, представившегося в 1937 году, священноисповедников середины XX века Николая Пангильского и Иоанна Калинина Пресвитеров. Празднуется обретение мощей преподобного Далмата Исецкого в 1994 году и Собор Смоленских Святых. Это переходящее празднование в воскресенье перед 10 августа. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о преподобном подвижнике XVII века. Преподобный Далмат в миру Дмитрий Иванович Макринский родился в 1594 году в городе-крепости Березове. Жил в Тобольске, состоял на государевой службе, был женат, имел детей. После смерти жены Дмитрий Макринский ушел в Невьянский монастырь, где и был наречен Далматом. За свою начитанность и приверженность к вере Далмат пользовался таким уважением братьей, что те вознамерились поставить Далмата наставником. Но не желая этой чести, стремясь к уединению, подвижник тайно покинул Невьянский монастырь и ушел на дальнее поселение, захватив с собой родовую икону Успения Божьей Матери. По совету, святой Далмат выбрал для уединения удобное в географическом отношении место высокий обрывистый холм, берег реки Исети, урочище Белое Городище. Первым жилищем его была пещера около Чистого Ключа. Земли, на которых поселился Далмат в 1644 году, принадлежали татарскому мурзе Иллигею и издавались им в аренду для промыслов. Иллигей дважды пытался вооруженным путем изгнать Далмата из своих владений. Трудно сказать, каким образом старцу удалось одержать победу в борьбе за эти земли. Тобольский боярин Павел Шульгин описал монастырскую вотчину по тем межам, по которым Иллигей отдал ее Далмату в присутствии родственников и соплеменников. Длина владений составила примерно 90 верст, ширина – 25-30 верст. В дальнейшем территория монастыря еще не раз расширялась за счет приобретения татарских земель. Монастырь занимал выгодное стратегическое и географическое положение, и поэтому стал своеобразными воротами для заселения обширного Исетского края. Он с первых лет основания манил к себе все новых и новых поселенцев. Первыми русскими поселенцами были и сетские казаки, потомки казацкой дружины Ермака. Слух о новом монастыре распространился, и сюда стали прибывать люди из Верхотурского уезда, с Усолья и других мест. К 1651 году первые насельники Далматовой пустыни построили на Белом городище, по благословению тобольского архиепископа Герасима Кремнева, деревянную часовню, кельи и ограду, первые постройки будущего монастыря. Но им было суждено простоять недолго, как сообщают документы, в то лето по всей Исети никто русских людей не жевал нигде, и пришли на них, то есть на жители монастыря, рать ее калмыцкие люди, и часовню, и кельи у старцев, и трудников пожгли и побили, а иных в плен побрали. Только осталась на пожаре, в пепле, икона Пресвятые Богородицы невредима, и старец Далмат сохранен бысть. С тех пор икона Успения Пресвятой Богородицы считается защитницей и покровительницей Далматовского монастыря. Вновь вокруг Далмата собрались подвижники, и монастырь возродился. Были построены церковь во имя Успения Богородицы, кельи, монастырские службы, ограды с башнями. В 1662-64 годах пустынь опять подверглась опустошительным нападениям башкирских кочевых племен и внуков последнего сибирского хана Кучума. Но после каждого разорения обитель вновь отстраивалась. Старец Далмат пережил тяжелые годины бедствий и испытаний. Несколько раз он был близок к смерти. Дважды на его глазах монастырь был уничтожен до основания. И дважды он снова возводил его из груды пепла и развалин. Святой Далмат, не искавший по своему смирению суетной славой и власти, до самой смерти остался лишь простым старцем-иноком, несмотря на то, что ему, как основателю, устроителю и руководителю монастыря, по праву принадлежало и настоятельство в нем. Но хотя официальным монастырем управляли другие старцы, так, в 1667 году игуменом монастыря был назначен сын Далмата Исаак, авторитет святого был велик, и его слово было решающим. Представился ко Господу преподобный Далмат 25 июня 1697 года в возрасте 103 лет. Он был похоронен в монастыре на месте самой первой церкви, когда-то сожженной кочевниками. Для захоронения был сооружен кирпичный склеп. В 1707 году над склепом была построена деревянная усыпальница или часовня. В 1871 году на могиле Инока Далмата был построен новый каменный храм в честь иконы Всех Скорбящих Радость. В 1896 году над могилой преподобного возвели каменную усыпальницу, примыкающую к Скорбящинскому храму. В 1918 году имя преподобного Далмата было включено в службу всем святым в земле российской просиявшем, составленную святителем Афанасием Ковровским. В 1923 году Далматовский монастырь был закрыт. В 1928 году прекратились богослужения в Скорбящинской церкви. С 1933 года в помещении усыпальницы святого последовательно находились гардероб совхозного театра, госпиталь, производственные помещения завода молочного машиностроения, прачечная. Вещи старца Далмата были переданы в местный краеведческий музей. Надгробие выброшено на свалку, пол над местом захоронения старца неоднократно бетонировался, а росписи усыпальницы были закрашены. Лишь в 1992 году в Далматовском монастыре была возрождена монашеская жизнь, были проведены раскопки в гробнице святого, и 6 августа 1994 года были обретены мощи преподобного Далмата. Их поместили в деревянные раки в монастырской церкви в честь иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость. А 4 февраля 2013 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви утвердил общецерковное прославление подвижника. Преподобнее Отче Далмати, моли Бога о нас! Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok